МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Вы не ошиблись? Да нет, вроде не ошибся. Пятое купе. Уж поезд на Москву, правильно? Сережа. Ой, да, Дмитрий Владимирович, здрасте. А может ты там поедешь? Я просто один люблю. А вы бы у них по акции за 50% полочку вторую купили, да и все. И поехали бы как король. Или что, ковид по карману ударил, да? Шутка. Ну, ничего, сейчас вдвоем поедем. Все веселее. Ковид ударил по потребительской корзине. Добрый вечер. Поужину что-нибудь желаете? Нет, спасибо. У меня все свое. Вот, экологическое, домашнее. Спасибо. Вот смотри, ты сейчас яйца в купе взял, а потом что, снимешься в клипе у Моргенштерна? Мне, будьте добры, цыпленка, табака с зеленью, яйцо. Пошо. Угу. Попить желаете? Нет. Одну минуточку. Минуточку. Найма эту минуточку, он сейчас через два часа тут принесет. А я уже ем. Потому что не понтоваться надо, а головой думать. Будете? Спасибо. А вам народного-то дали? И не дадут. Знаете почему? Потому что где вы, а где народ? Вы вот один в купе едете, а курицу с зеленью вы в ресторане заказываете. Тебе тоже народного не дали. Че-то я тебя в Кремле не видел. Зачем? Я и есть народ. Understand? Мне бывает, предлагают там нижний джет. Мне предлагают. А я отказываюсь. Я говорю, я лучше поездом. Потому что так тут сядешь, какая-то компания вроде веселая. Ну, с зарядким исключением. И вот, Родина во всей красе за окном проплывает. И сердце как-то так радостно стучит. Так. Тудум-тудум. 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 Так это не Родина. Это тахикардия. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты говорил, два часа. Пятнадцать минут сорок секунд. Извините, мадам, а вас случайно не Ирина зовут? Нет? Нет. Это просто знакомая. Приятное спасибо. Спасибо. Давай я тебе объясню, чтобы было взаимопонимание. Если у тебя рыв анфас народный, это не значит, что ты народный артист. Народный артист – это что? Это индивидуальность, это мощь, харизма. Почему я тебя сразу не узнал? Почему? Потому что лицо у тебя такое, знаешь, серое, какое-то среднестатистическое. Ну что, я не прав? Не прав. Можешь попробовать? Нет. Ясненько. Что бы вы сейчас один с десять вкупе делали? Ну, сидели бы в этих социальных сетях, ну понятно, вай-фай есть и считали бы подписчиков, да? Ну, честно. Ну, если есть кого считать, чего не посчитать-то? Вот если подписчиков нет, тогда можно и курицу сухую руками есть, и яйцами об стол стучать. Ой, я сейчас откуда еду-то? Откуда? Со съемок сериала. Топового. Да. Очень известный режиссер снимает. Очень. В главную роли кто? Петров. Да. Да. Да, Сереж. Юмор не твой конек. Твой конек горбуну. Ну, пока тут некоторые понтуются, другие вот, например, снимаются в трех проектах одновременно. Сейчас еду со съемок про Наполеона. Российское, французское производство. Вот. Ну, в главной роли понятно. Это да? Я, я дико извиняюсь. Вы когда в тамбру выходили, вот вы варежку обранили. Чего? Что? Ничего не нравилось? Это не мое. Не мое это. Это не моя. Нет. Тебя как там утренниках зовут? Наполеон. Это не моя. Наполеон. Это ваша, ваша. Возьмите. Я стесняюсь. Ну, все понимают. Год такой сложный. Бери варежку и не разевай варежку. Меня друзья попросили. Ну, что ж, что ж. Возьмите, возьмите. Девушка, вы не могли бы снять маску? Вы мне очень напоминаете Иру Бегову. Снимите, пожалуйста. Да она, это она. Ну, не только у тебя кризис. Ну, понимать надо. Да. Ну, привет, Ир. Тим, я тебя просила. Чего? Сереж. Чего? Ты же меня понимаешь, я просто в роль вхожу. Ты как настоящий артист, ты же должен меня понять, да? Ну, понимаю. Ир. Ты когда будешь выходить, не забудь свою волшебную палочку. Дрянь. Пухарка. Это не то, что ты подумал. Зато самый дорогой в стране Дед Мороз. Самый. Пойми, у меня другой Дед Мороз, да, он смешит людей, он дарит радость, но внутри такая боль, такая тоска. На это, Дмитрий Владимирович, вы будете внучке своей рассказывать, дедушка. Вот я, когда захожу в квартиру, в этот, в Ледовый дворец, еще ничего не сделал, а дети уже рыдают от счастья, плачут. Это вы, дешевые хохмачи, сразу смешите людей, а мы, большие артисты, мы вначале подводим к катарсису. Это я понимаю, ну, при всем уважении, ну, посмотрите на себя внимательно. Ну, какой вы, Дед Мороз? Какой? Да никакой. Ну, у вас в темные очки крест на пицухе, ну, как Дмитрий Нагеев, он же везде Дмитрий Нагеев. А, и что? Давай сейчас наденем костюмы, выйдем на вокзал, и кого люди быстрее узнают, тот худший Дед Мороз, а? Просто народ решает. Хорошо, вызов принят. Ставлю весь свой гонорар. Четверть ставлю. Там то на то и выйдет. С Новым Годом! Здравствуйте, дети! Я летел к вам на ракете, у Мороза много дел, еле-еле к вам успел. На, доченька! Он у нас вел себя хорошо в этом году. С Новым Годом тебя! Вот, наноси на здоровье! Кому подарки! Кто это у нас такой тут умный? А-а-а-а! Да-а-а-а-а! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Новым Годом, дорогие друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снегурашка! Раз! Снегурашка! Раз! Раз! Три! Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, Желание загадать. Здравствуйте, мои дорогие! Смотреть надежды... Подписывайтесь на мой канал! Продолжение следует... Ну что, коллеги? А? Вы поняли, кто здесь народный? А как же ты со Снегурочкой это вот тут? Юрий Николаевич! Юрий Николаевич, у нас жёсткий тайминг. У нас ещё Курзик ждёт. Так, а разве там не Меншиков? Ну, Меншиков в Транссибирской магистрали поздравляет. Сейчас самое главное скажу. Дорогие друзья, с Новым Годом! И пусть ваша жизнь будет такой же длинной, как железнодорожное полотно. А судьба пусть как скорый поезд, соединяя их любимых и родных, согласно расписанию, и чтобы сердце радостно. Тудун-тудун, тудун-тудун. С наступающим вас Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Азамат Тахирович Мусагалиев, телеведущий, участник юмористической телеигры КВН, актёр. Шоумен известен по съёмкам в сериале «Интерны», скетча «Однажды в России» в развлекательной программе «Чувство юмора». Он был ведущим в популярной комедийной интеллектуальной передаче на ТНТ «Где логика». В ходе этого шоу пары из ярких медийных персон соревновались за признание их умения логически мыслить, блестяще импровизировать, демонстрировать молниеносную реакцию и умение делать самые неожиданные выводы. Азамат Мусагалиев родился в провинциальном городке Камызяк Астраханской области в октябре 1984 года. Как рассказывает сам Азамат, Камызяк — это село городского типа, которое населяют 15 тысяч людей наивных, но зато с отличным чувством юмора. Из-за любви к шуткам и постоянно звучащему смеху городок даже считается Астраханской Одессой. Одно время самым большим предприятием, давшим работу жителям поселения, был висовый завод. Национальность Мусагалиева — этнический казах, но учился мальчик в русской школе номер 4 Камызяка. И все равно родители привили ему уважение к языку предков. Азамат отлично понимал казахский язык и до сих пор общается на нем с членами своей семьи, как когда-то разговаривал с бабушкой. О том, какую профессию впишет в себя биография Азамата Мусагалиева, подросток не задумывался. Он знал, что мама хочет, чтобы ее сын стал ученым или учителем, то есть занимался чистоумственным трудом, а отец мечтал видеть Азамата в белом халате врача. Сам же юноша большую часть времени проводил в обнимку с гитарой. По настоянию мамы он согласился учиться в музыкальной школе, где попал в класс струнных инструментов и стал отличным гитаристом и вокалистом. Эти умения позднее пригодятся ему в карьере КВНщика. Правда, трудиться согласно полученной профессии в охране окружающей среды Мусагалиев тоже не стал. Дело в том, что к тому времени в его биографии уже полновесно вошли выступления в клубе веселых и находчивых, поэтому Азамат окончательно связывает дальнейшую жизнь с артистической стезей и начинает гастролировать в составе команды юмористов по городам Российской Федерации. В КВН Азамат Мусагалиев начал играть еще в выпускном классе. Все началось с просьбы друга просто подыграть на гитаре в одной из студенческих игр. Он вышел на сцену аккомпаниатором, а ушел оттуда с мыслями о том, что хочет выступать еще и еще. Как говорит сам артист, он заболел КВН, постепенно включился в игру, в решение непростых задач при создании юмористических сценок и миниатюр, в разработку концепции интерпретации и прочих тонкостей ансамблевого исполнительства. В студенческие годы Азамат создал местную команду, которая сначала выступала в Астрахани, а затем начала ездить с гастролями по городам России и таким образом зарабатывала на жизнь. Многие шутки и песни Мусагалиев писал самостоятельно или в сотрудничестве с коллективом. В 2007 году Азамат стал новым игроком астраханской сборной команды КВН «Альтернатива». Вскоре он был избран капитаном сборной Камазякского края. В числе лучших команд она неоднократно попадала в сезон высшей лиги КВН. Шутки, тексты и репризы для команды Мусагалиев продолжал писать самостоятельно, так что все сценки были авторскими. В 2011 году сборная Камазякского края стала финалистом премьер-лиги. Со своей командой Мусагалиев дошел до полуфинала игры в высшей лиге 2012 года, занял второе место в финале 2013-го. В итоге Азамат Мусагалиев стал совмещать две должности — капитана и фронтмена юмористической сборной. Визитной карточкой этой яркой команды стал номер заседания в Камазякском суде, который уже превратился в своего рода юмористический сериал — каждая игре сценка суда обыгрывается в разных вариациях. Но в сезоне 2013 года Камазяки заявили, что больше суда не будет. Ему на смену пришел новый номер под названием «Обычный обход» в Камазякской поликлинике. Сборная Камазякского края во главе с капитаном Азаматом Мусагалиевым побывала на всех значимых играх, и всюду была встречна тепло. В Кыргызстане Мусагалиев известен как один из основателей и первый редактор региональной лиги Алла-Тоу, стартовавший в Бишкеке в 2013 году. А через два года под руководством бессменного капитана сборная Камазякского края становится чемпионом высшей лиги КВН. В 2014 году творческая биография Азамата Мусагалиева стала богаче, теперь он известен и как яркий игрок КВН, и как актер. Астраханский юморист стал участником шоу «Чувство юмора» на Первом канале, затем появлялся в качестве камео в юмористичном сериале «Не спать». В том же году дебютировал в шоу «Однажды в России» на ТНТ, там он, как и в КВН, не только шутил и смешил людей как актер и шоумен, но и пел. Песня о стратегически важных людях, которую исполняли Мусагалиев и Вячеслав Макаров, стала одним из главных хитов этой развлекательной передачи. В ней комики под веселую музыку передавали важную информацию мировому сообществу. Проект оказался долгожителем благодаря искрометным шуткам артистов. Рейтинги передачи стабильно держатся выше средних показателей канала. Среди исполнителей главных ролей телешоу числится Ольга Картункова, Давид Цеалаев, Александр Пташенчук, Тимур Тания. В 2017 году к актерскому составу добавилась Юлия Топольница Кая, в 2018 появилась Яна Кошкина. Создатели проекта придерживаются определенных правил. Скетчи создаются на злобу дня, они всегда актуальны, за основу берется информация о последних событиях в жизни общества. Артисты балуют телезрителей пародиями на последние кинопремьеры, на популярные передачи. Азамат порадовал поклонников изображением полюбившегося спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В этом образе артист не раз появлялся на экране, а в сентябре 2018 года телешоу посетил сам репортер. Сценка с двумя губерниевыми получила теплые отклики. Также Мусагалиев выступал в роли Дональда Трампа. В скетче об американском президенте речь пошла о санкциях Америки против Ольги Бузовой. А в 2015 году Мусагалиев снялся в популярном сериале «Интерны». Азамат говорит, что приглашение на пробы в ситком стало для него шоком, потому что он не имеет профессионального актерского образования. Коллектив сериала встретил Мусагалиева тепло, особенно благодарен артист Ивану Ахлобыстину, который помог ему адаптироваться на съемочной площадке. В пятом сезоне «Интернов» Азамат сыграл Тимура Алабаева, бывшего мужа героини Полины Ульяновой, Яна Гурьянова. Попробовал себя Азамат и в роли телеведущего, представ перед зрителями в качестве главного лица развлекательного шоу на ТНТ «Где логика». Главный автор и исполнитель шуток Камазиак Цеев женат. Со своей избранницей Викторией он познакомился в студенческие годы в 2006 году во время прогулки по университетскому парку. Как выяснилось, они не только учились в одном вузе, а ГТУ, но оказались земляками и даже выпускниками одной школы. В 2008 году молодые люди поженились, а годом позже у них появилась дочь Милана, которую отец характеризует как утонченную и изящную особу. Она хорошо рисует и занимается танцами. В 2013 году в семье Кавенчика родилась вторая дочка Лейсан, даже в юном возрасте, по его словам, уже демонстрирующая присутствие у нее хорошего чувства юмора. Шоумен очень любит путешествия на автомобиле, а также всех своих девочек, но честно признавался в интервью, что мечтает о сыне. Их семейство, начиная с 2015 года, проживает в Москве, хотя сам его глава практически постоянно находится в отъезде. Супруга поддерживает его в любых начинаниях и понимает, что он много работает, в первую очередь, ради их семьи. С 2018 года Азамат стал участником еще одного проекта, но теперь на канале ТВ-3. Программа называется «Все», кроме обычного, она посвящена битве иллюзионистов. Состязание фокусников оценивают члены жюри, Азамат Мусагалиев и Ольга Серябкина. В августе 2018 года артист порадовал любителей своего творчества новым музыкальным номером. В дуэте с Александром Пташенчуком он исполнил пародию на песню звезды лейбла Black Star, назвав номер новый клип Егора Крида. Сценка, созданная пародистами, вышла в эфире телешоу «Однажды в России». В декабре последовали музыкальные миниатюры на тему треков казахских исполнителей Жахалиб, а из Криптонита. Год ознаменовался и очередным появлением Мусагалиева на киноэкране. Артист снялся в популярной комедии «За там боящик», созданной продюсерами Вячеславом Дусмухаметовым и Артуром Дженебекиным. Фильм посвящен телевидению. Несмотря на звездный актерский состав, куда вошли Гарик Харламов, Тимур Батрудинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля и другие, картина получила низкие рейтинги, провалившись в прокате. Помимо участия в создании развлекательных программ на телевидении и съемках в кино, Азамат периодически появляется в проектах своих коллег. Так он стал гостем шоу-блогера «Ирины Чесноковой бар» в Большом городе, которая транслируется на хостинге YouTube. Компанию артисту составили Гавриил Гордеев и Петр Налич. Участники программы поделились со зрителями комичными историями из своей жизни. Сейчас артист работает над созданием новых скетчей, которыми планирует удивить поклонников однажды в России в 2019 году. Артист также станет одним из участников празднования новогодней ночи на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова